Всем привет! Сегодня я делаю замечательный тег, мне кажется, он очень актуальный, тег о питании и о похудении. Делаю я этот тег не сама, а со многими девчонками. Если вам эта тема интересна и после просмотра моего видео вы захотите ее продолжить, то внизу будут ссылки на все каналы, где вы тоже можете найти этот тег. В общем-то, и кстати говоря, если вам этот тег понравился и вы делаете видео, то тоже, конечно же, его сделайте, потому что тема реально актуальная, и очень многим будет полезно услышать какие-то реальные советы и, может быть, научиться с вашего опыта. Давайте погнали, потому что вопросов довольно много. Первое. Какой у тебя сейчас вес? Когда я в последний раз взвешивалась, он был около 60 кг. Я сейчас скачу где-то на 59,5 и 65, вот где-то в этом промежутке я нахожусь. Я немножко сейчас опять меньше занимаюсь спортом, потому что опять дали о себе знать мои колени. Я уже нацелена пойти к врачу и все-таки выяснить, что же с ними такое, потому что последние три года они у меня болят постоянно и болят очень сильно, и при этом никто не может конкретно сказать, что это, потому что это не артрит, не артроз, не какое-то там, я не знаю, еще какое-то заболевание такое типичное, но, короче, надо решать эту проблему, и я думаю, я продолжу заниматься и все-таки спущусь к своему идеальному весу. И второй вопрос. Какой был самый большой вес, с которого ты похудела? Самый мой большой вес, это был, наверное, где-то около 65 килограммов, и я вот на тот момент, когда я была в том весе, я, наверное, не замечала, насколько все-таки он уже лишний на мне, потому что сейчас я просматриваю фото свои старые, и реально вижу очень большую разницу. У меня были очень такие какие-то грубые большие руки, уже складочки там формировались на теле, в общем-то, ну, реально это было очень красиво, и в тот момент у меня еще и начались проблемы со здоровьем, с пищеварительным трактом, что неудивительно, если есть все подряд, и я занялась собой, и с того времени я похудела на самый свой низкий результат, о чем-то же вам дальше расскажу. Третий вопрос, какой твой идеальный вес при твоем росте и по твоим ощущениям? У меня рост 175 сантиметров, и мой идеальный вес это около 56 килограммов, вот где-то так, то есть мне надо килограммчика 3 еще сбросить, и это будет, ну, по моим меркам, самый идеальный вес. По именно нормам, у меня вот около 60 килограмм, насколько я помню, моя норма, ну, то есть вот сейчас я нахожусь в своей норме, и, в принципе, я с этим полностью согласна, я не считаю себя толстой, крупной, там, с каким-то лишним весом, да, у меня где-то тут жирок есть, там чуть-чуть запасик какой-то есть, но это вот именно есть норма, это не сильно ты худой, не сильно ты какой-то с лишним весом, ну, то есть, в принципе, я вот сейчас, наверное, нахожусь в этой норме как раз, но вот для идеала в моей башке, конечно, бы еще килограммчика 3 сбросить. Четвертый вопрос. Как относишься к диетам, есть ли любимое? К диетам я отношусь категорически плохо, потому что, во-первых, я никогда в жизни не придерживалась ни одной диеты, и я уверена, что я не смогу, потому что я считаю это противоестественным. Для меня есть два понятия. Это либо ты жрешь все подряд без остановки и выглядишь так, как позволяет тебе природа, либо второе – это правильное питание. Такого варианта, как диета, для меня вообще не существует, потому что это полный бред. И скажу вам тоже, наверное, так слегка по секрету, что я не знаю, вот из личного опыта, я не знаю ни одну девушку, которую вот я действительно на нее бы смотрела, она была бы стройняшка с идеальным каким-то, с идеальным здоровьем, хорошо очень выглядела, у нее были хорошие там волосы, кожа, ногти, и при этом она мне говорила, что вот этого вот всего я добилась с помощью какой-то там определенной диеты. Вот ни одного человека, я не знаю. Все, кто говорит о диетах, всегда такие вот помпушечки уже около 100 килограмм, которые вот постоянно рассказывают о каких-то диетах, о каких-то, что там помогло, что не помогло. Реально, если морить себя голодом, то коню понятно, что ты сбросишь килограммы. Но это настолько подвергает организм стрессу, что метаболизм потом сходит с ума, и ты если сбросил там за два месяца там свои сколько-то там КГ, то потом ты их наберешь так же моментально быстро, а то еще и быстрее, если ты вот с этой диеты слезешь. А слезть с нее в любом случае придется рано или поздно, потому что голодом же себя морить не будешь, и когда начинаешь есть какие-то там кашки, кефирчики одни, организм в любом случае истощается, он не получает всего того спектра, который нужен ему. Поэтому, короче, диеты это полная жесть, я никому их не советую. Если вы хотите действительно заняться собой, заняться внутренним своим состоянием, нужно переключаться на правильное питание. Я не говорю о том, чтобы есть одни салатики какие-то, потому что правильное питание это тоже, оно стоит денег, скажем так. Потому что даже если вы перешли на фруктики, там овощи, если ваш бюджет позволяет покупать только огурцы и помидоры, вы будете есть салат из огурцов, помидоров, там даже полгода, то вы себе ничего хорошего не сделаете. Вы перенасытитесь вот этими витаминами, которые есть в этих двух продуктах, а всего основного у вас не будет хватать. Поэтому здоровое питание, оно включает в себя очень широкий спектр всего, и на этом реально нужно заморочиться. Но для обычного человека среднестатистического я бы посоветовала просто избавиться от каких-то вредных, каких-то продуктов, которые мы знаем, что нам влияют. Это, например, там кока-колы, всякие пиццы, пасты, там, я не знаю, какая-то жирная сильная пища, жареная, пережаренная. Короче, если вы можете, хотя бы чуть-чуть вот слегка вот от этого отходите. Ешьте меньше, не отказывайтесь полностью, если вы не можете отказаться. Ну, хотя бы вот какие-то шаги положительные в этом плане делать, мне кажется, намного лучше, чем морить себя диетами. Дальше, пятый вопрос. Как относишься к разгрузочным дням? Разгрузочные дни у меня, это тоже понятие абсолютно не существующее для меня, потому что для меня такого нет. Я вот прислушиваюсь к своим каким-то нуждам, к своим чувствам, то есть если я понимаю, что я вчера сожрала там пиццу, запила это все, я не знаю, даже чем пивом, и съела еще потом там кальмары и сухарики, я на следующий день сама буду чувствовать, что мне вот хочется чего-то легенького, хочется какой-то кашки скушать, хочется там, я не знаю, какой-то паровой котлетки хочется, ну вот что-то такое. То есть я прислушиваюсь к своим каким-то желаниям, и мне кажется, что для меня это работает очень хорошо. Бывают ли у тебя срывы, когда начинаешь есть все подряд? Конечно, мне кажется, это у каждого человека бывает. Я тоже не знаю ни одного человека, который бы всю жизнь вот строго по плану, это можно, это нельзя, это там так, это хорошо, это плохо. Такого вообще вот черного и белого в жизни не существует, есть только оттенки серого. И, конечно, есть такие периоды, когда настроение, например, хреновое, откровенно говоря, и хочется просто пойти, там, я не знаю, биг-баг какой-то съесть в Макдональдсе и не чувствовать себя при этом виноватым. Это тоже, это вполне нормально. Мне кажется, что если все себе вот так вот в себе подавлять и запрещать, это на психике точно позитивно не отразится. Седьмое, курение и вес, его влияние. Здесь я ничего не скажу, я не курю, поэтому как бы кто-то говорит, что когда куришь, кудеешь быстрее, но я как бы здесь ничего не скажу, потому что я не курю. Восьмое, алкоголь и вес, его влияние. Вот здесь я бы сказала, что я не знаю, как алкоголь в целом, но вот я вообще человек не пьющий, я даже на свадьбе у себя, ну, наверное, вот максимум столько в бокале вина выпила за всю свадьбу вообще. И, ну, это показывает как бы вообще мое отношение к алкоголю. Единственное, что я могу периодически попивать, это пиво летом, в жару, где-то там в кафешках каких-то, вечерком. Вот это, в принципе, хорошо мне идет. Но я замечаю, что оно, конечно, очень плохо влияет на фигуру. Если частенько попивать пивко вечерком, ничего хорошего от этого не получится. Девятое, вода, ее влияние на похудение. К воде у меня тоже свое особое отношение, потому что, опять-таки, я очень много слышу о том, что надо пить не меньше двух литров воды в день, это там запускает все процессы, это решает множество проблем, питает вашу кожу и так далее и тому подобное. Я считаю, что во всем нужно иметь какую-то свою разумную меру, потому что, если я потребляю много жидкости в другом виде, например, чай, какие-то супы, какие-то очень сочные фрукты и так далее и тому подобное, мне не нужно именно вот два литра воды. И вот хоть ты, не хочу выражаться, но должен выпить вот эти два литра воды, потому что, если ты уже пьешь много, если много жидкости в тебя попадает, начинаются отеки, начинается вымывание кальция, солей, в общем-то, это много аспектов уже за собой тянется. Понятное дело, если все делать в разумных пределах, то ничего плохого как бы вы водой себе не сделаете. Если ее пить слишком много, тоже это ничего хорошего, опять-таки, вам не сделает. Везде нужно придерживаться золотой середины и будет вам счастье. Десятый вопрос. В котором часу у тебя последний прием пищи? В последнее время я собой очень горжусь, потому что в целом у меня последний прием пищи где-то до 6 или около 6 часов вечера. И не потому, что это какая-то особая диета, просто в один момент я как-то так перестроилась, и мне так стало очень удобно. Вот около 6 часов я гуляю с Эмиком, со своей собакой, и я вот даже не в 6, это где-то в 5 я с ним выхожу, в 5.30, вот так вот. Я прихожу, и я сразу ужинаю, потому что он хочет кушать в это время, и я уже как-то перестроилась, тоже хочу кушать в это время. Раньше я могла кушать в 9 часов, в 10 часов, там в 11 часов вечера. Ничего как бы тоже хорошего в этом нет, потому что действительно тяжесть возникает в животе после этого. На следующий день тоже как-то так немножко, немножко тошнинка есть какая-то из-за этого. Но вот сейчас мне очень нравится такой режим, и мне кажется, он идет мне на пользу. Поэтому я с собой в этом плане очень горжусь. Дальше. Как уменьшить аппетит? Я уменьшаю аппетит себе с помощью каких-то чаев. Очень мне помогает зеленый чай и фенхелевый чай. Вот когда мне хочется прям жрать, что я готова побежать и вот, не знаю, налететь куда-то на Макдональдс, я, если вот, ну, совсем уже прям крышу не сносит, и я туда не бегу, то я выпиваю чашку чая, и реально это где-то на час, на полтора убивает голод, то есть кушать не хочется вообще. Больше каких-то у меня советов в этом плане нет. Насколько эффективны таблетки для похудения? Опять-таки я никогда их не принимала, поэтому ничего не скажу. Единственное, что я принимала, это добавки для улучшения метаболизма, вот такие вот от Endurox XL. Здесь вот эта пачка рассчитана ровно на 30 дней. Я все вот как здесь было по инструкции, я так и принимала, но результаты я не заметила, вот честно говоря. Я в это время и занималась спортом, и придерживалась какого-то более-менее такого здорового образа жизни. Ну вот не было какого-то результата, который вот бы я заметила, чтобы вот дал мне какой-то толчок вот в моей этой всей схеме, поэтому осталось ими недовольной. Я так думаю, что очень много есть препаратов, которые тоже абсолютно никак не работают. Тринадцатый вопрос, эффективен ли чай для похудения? Я не знаю, имеется в виду тут какой-то специальный чай для похудения или в целом чай для похудения, но мне кажется, что если пить, как я уже сказала, фенхелевый зеленый чай, вам это не навредит, это 100%. Поможет, конечно, это все под знаком вопроса, в зависимости от того, с чем вы это все будете комбинировать, но мне чай, на меня он оказывает очень такой положительный эффект. Какие продукты желательно полностью исключить для похудения? Для меня это продукты быстрого приготовления, то есть это пицца, это какая-то паста, это Макдональдс, в общем-то, это те продукты, которые я очень сильно люблю, и я люблю это заказывать, когда хожу там в какие-то кафешки перекусить. Вот я эти продукты очень люблю, и для меня это, конечно, очень большой бич такой, из-за которого я набираю лишние килограммы. 15 вопрос. Как мне поправиться во время отпуска? Если вы едете за границу, то есть куда-нибудь, например, в Египет, в Турцию, еще куда-нибудь, где зачастую все включено, конечно, это срабатывает сразу как-то в мозгу, и ты начинаешь набирать всего подряд даже того, чего тебе не хочется, и приезжаешь, ну так, добрых килограмма 3-4 больше. В последний раз, когда я ездила в Египет, я вот специально следила за тем, чтобы не брать лишнего, потому что когда ты находишься на отпуске, в принципе, кушать хочется меньше, потому что ты там практически ничего не делаешь, лежишь там на лежачке, кверху пузом загораешь, купаешься, и когда я приходила вот в эту столовую, скажем так, я набирала какие-то фрукты, я набирала какие-то овощи, я практически не брала мясо. В последний раз, когда мы были, я практически не брала мясо, тем более зачастую оно там довольно невкусное, и вообще в целом экономят на продуктах, в таких вот все включено, как бы, отелях, поэтому какого-то сильно там прям совета я вам не дам, но старайтесь из всего, что есть, выбирать то, что вам кажется наиболее полезным для вас будет, и не набирайте много, вот возьмите чуть-чуть, потом вы подойдете, там можете взять еще, если вдруг вы не наелись, но прислушивайтесь к организму, не нужно там пускаться у все тяжкие, там, да ладно, я на отпуске, потом вы себя 100% будете за это проклинать. Правда ли, что худеть в группе эффективнее, чем в одиночку? Здесь все зависит от силы воли, если с силой воли проблема, то, конечно, в группе справиться с этим будет легче, потому что будет много людей, у которых, по сути, такая же проблема, как у вас, и которые будут вам помогать и поддерживать вас, чтобы вы, в общем-то, не сорвались. Если с силой воли у вас все в порядке, то вам эта группа, конечно, не нужна, вы вполне можете и сами со всем этим справляться. Что касается конкретно меня, то я очень неплохо могу заниматься спортом сама, но когда, и, кстати, я заметила, что когда я занимаюсь там с подругами, или как-то планирую групповые занятия, то для меня становится это сложнее. Я больше пропускаю, потому что если не идет подруга, то как бы я вроде тоже уже могу там себе сделать выходной, а вот если я занимаюсь сама, я себе распланировала свой график, и я его четко придерживаюсь. И для меня лично вот самоконтроль намного более эффективный. А что же лучше для тебя съесть на ужин? На ужин я зачастую стараюсь кушать паровую еду. Во-первых, потому что она очень благоприятно сказывается на похудении. Во-вторых, просто потому что я паровую пищу люблю. Я один из тех странных людей, которые получают кайф от паровых котлеток, от какой-то кашки, сваренной в пароварке. И я вот когда перехожу на более такое здоровое питание, я стараюсь вот всю еду, практически всю еду готовить в пароварке, либо употреблять вот в естественном виде, как там фрукты и овощи. И поэтому для меня идеальный мой ужин это какая-то кашка, там гречневая каша или пшеничная, ященая, любая в принципе, которая есть, которая еще там не надоела и которая мне сегодня хотелось бы поесть. И паровые котлетки. Паровые котлетки я делаю довольно просто. Фарш, туда яичко, какую-то приправу, которая мне нравится. Кстати, чем больше вы каких-то специй кушаете, тем больше запускаете метаболизм тоже, что очень полезно для похудения. Поэтому специи не бойтесь использовать. Единственное, следите, чтобы они были натуральными, чтобы там не было всяких Е такое там, эмульгаторы, какие-то еще, черти знает что. В общем-то, чтобы просто какая-то трава, какие-то специи. Какая часть тела у тебя худеет первой? С самого начала у меня всегда худеет верхняя часть тела, потому что я, ну, вообще, в принципе, такая довольно щуплая сверху, а к низу более такая уже объемная. И поэтому у меня всегда худеют те места, которые я бы не хотела, чтобы у меня худели. Это руки, там вот зона грудной клетки и также икры. Вот это первое то, что сразу на мне заметно, что стало меньше. В самую последнюю очередь у меня худеет попа, к сожалению. Но здесь уже ничего не поделаешь, такая вот у меня природа. Сколько раз в день ты ешь? Я кушаю, наверное, ну, полноценных приемов пищи у меня три. Ну, завтрак, обед и ужин. И еще обязательно в районе 11-12 часов дня я пью кофе с какой-то вкусняшкой. Это для меня несломный такой ритуал, которым я уже, наверное, ну, последний год, наверное, я так делаю. Я не могу без сладкого, мне нужно обязательно что-то съесть сладкое. Если раньше я ела целые плитки шоколада здоровенные, там, 200-граммовые милки, я могла вот за один присест съесть. То есть сейчас я себе позволяю, там, не очень много, там, например, какой-то кроссан с какой-то, там, повидлом каким-то в середине. Или, может быть, какие-то, там, пару печенюшек, там, сладких. Ну, в общем-то, в зависимости от того, что мне хочется в тот день, вот всегда себя в районе 11-12 часов балую. Какие продукты преобладают в твоем рационе? Я ем очень типично. Я не какой-то гурман, у меня нет каких-то, там, предпочтений таких вот, каких-то особенных. Стараюсь покупать овощи, фрукты, все сезонные, которые есть. Фрукты вот я не очень люблю, не знаю, вот как-то я себя, скорее, заставляю чаще кушать фрукты, чем вот кушаю их в удовольствие. О, с овощами проще. Я в последнее время стала чаще есть салаты, и мне это очень нравится. Вот все, что есть сезонное, я все покупаю, когда вот зима, ну, какие-то там огурцы, помидоры, микс салата, вот какой-то я всегда беру, авокадо, кстати, зимой тоже частенько покупаю. А так, в принципе, я ем абсолютно простую еду, какие-то каши, там, какое-то мясо, ну, как-то слишком сильно не изощряюсь. 21 вопрос. Можно ли солить пищу? Ну, в целом, конечно, в соли нет ничего хорошего, поэтому, если вы можете не солить пищу, то лучше не солить или солите совсем чуть-чуть. А если без соли вы не можете, то, конечно, никуда не денешься, ну, по крайней мере, старайтесь себя немножко ограничивать, потому что, действительно, в соли в таком количестве, как мы ее употребляем, ну, в среднем, нет ничего хорошего, она откладывается везде, и в суставах, и в позвоночнике, и воду она задерживает, то есть больше отекаешь, больше там всяких губительных процессов в организме начинается. В общем-то, если я вас сильно этим напугала, то старайтесь, ну, хотя бы чуть-чуть там, на щепотку меньше положить, уже будет вам польза. 22 вопрос. Что для тебя главный враг похудения? Ну, я тут уже сказала, главный враг похудения – это вообще лень, и какая-то слабая сила воли, потому что, если мне себя заставить, я могу быть вот в идеальном своем весе, вот там, чуть ли не за месяц вообще, ну, может быть, за два месяца. Но из-за того, что я ленюсь, и я понимаю, что я не выгляжу как-то вот прям сильно плохо, да, в плане фигуры, я ленюсь, и я не добиваю себя до вот этого вот идеала. Хотя на самом деле это позор, потому что, если мне нужно для идеала своего сбросить, там, каких-то несчастных 3 килограмма, это просто большой позор. Но вот лень, конечно, это серьезный такой аспект, из-за чего я вот до этого идеала дойти не могу, но в последнее время я себя перестала сильно заставлять и насиловать в этом плане. Я иду очень постепенно. Если я там сегодня сбросила, там, за последний месяц я там сбросила 200 граммов, то, ну, как бы, ну, сбросила 200, и ладно. На следующий там месяц я, может, там, чуть-чуть наберу, потом еще чуть-чуть сброшу. То есть я себя не насилую, вот мне сейчас очень в этом комфортно. И последний вопрос. Как найти мотивацию для похудения? Мотивация, это, конечно, очень такой сложный вопрос. Для меня это в первую очередь здоровье, потому что мы худеем, понятное дело, для того, чтобы выглядеть красиво, там, в купальниках красиво фоткаться, на какие-то там аватарки ВКонтакте. Но в первую очередь нужно быть здоровыми, не нужно быть худыми, нужно быть в нормальном весе, хорошо себя чувствовать, как вот психологически, так и внутренне, так и внешне. И если вы достигаете какой-то, вот, какого-то идеала для себя, вот не нужно себя там слишком, мне кажется, насиловать и как-то слишком заставлять себя что-то делать. Нужно, в любом случае, нужно себя любить такими, какими вы есть, неважно, какой вы размер носите. Понятное дело, у всех, у всех абсолютно есть какие-то комплексы, даже вот если у вас есть какой-то идеал, какой-то кумир, и вы на нее смотрите и думаете, боже, она такая красивая, она такая худенькая, она такая, такая-такая-такая, у нее там комплексов, вот поверьте, тоже. Одной руки, наверное, загибать пальцев не хватит, потому что у каждого человека есть что-то, что ему в себе не нравится, к чему мы постоянно стремимся, но пока вы не полюбите себя, вы не сможете себе сделать вот действительно что-то хорошее. Вы можете себя подвергнуть стрессу сильному и вот добить такие там, сбросить какие-то килограммы, заставить себя это сделать, но вот вы не получите этот эффект такого удовлетворения, и главное, чтобы вы, конечно, себе не навредили в плане здоровья. Ну вот, в принципе, и все, на этом я буду заканчивать видео, надеюсь, оно было для вас интересным, полезным. Как я уже сказала, если вам интересно продолжить эту тему, то внизу будут ссылки на каналы остальных девчонок с этими видео, поэтому переходите, смотрите, кто-то, если понравится, подписывайтесь. Мне не забудьте поставить лайк перед уходом, подписаться на мой канал, если вы вдруг пришли с другого канала, какой-то другой девочки. Спасибо вам за подписку и увидимся с вами в следующем видео. Пока!